Дипломная работа выпускниц ЕГТУ получила Гран-при Всероссийского конкурса архитекторов. В своем проекте девушки исследовали особенности реновации руин, в том числе предложили вариант восстановления некоторых зданий в усадьбе Карабиха. Почему была выбрана эта тема? Для чего студентам нужно участвовать в подобных конкурсах? Какую практику могут получить будущие архитекторы во время обучения? Об этом и не только прямо сейчас в программе на повестке дня. Вас приветствует Екатерина Сысоева. Вместе со мной в студии одна из авторов проекта Алена Какуева, выпускница Института архитектуры и дизайна ЕГТУ и ее научный руководитель Татьяна Сиротина, доцент кафедры архитектуры ЕГТУ. Алена, насколько мне известно, со своей дипломной работой вы участвовали не в одном конкурсе и ее не раз отмечали. Как же вы предложили реконструировать руины, в частности, в Карабихе? В своей дипломной работе вместе со своей коллегой Сильвией мы сконцентрировались на решении вопроса по работе с руинами не с помощью тотальной реставрации, а с помощью реноваций. И в частности, в Карабихе мы предложили девизуализацию и демотерриализацию для одного здания и работу с полимсестом для другого здания, чтобы руины, которые там уже есть, выглядели более выгодно на фоне нового материала и солировали. И чтобы мы сразу отмечали, что из этого старое, а что новое. И таким образом мы не фальсифицировали историю за счет возведения похожих каких-то сооружений на то, что строили раньше. А почему была выбрана именно эта тема? Работа с руинами достаточно интересная в принципе. И в нашей стране достаточно часто используется именно тотальная реставрация. И нам хотелось, наверное, уйти больше в современный подход к работе с такими сооружениями и показать, что можно подходить к этому немного иначе. Ну вот для тех, кто не архитектор и не очень понимает сложные термины. Вот как именно иначе? Это значит, что не полная реставрация, то есть если у нас есть какое-то здание и мы точно знали, как оно выглядит, у нас есть точные чертежи, которые там были, как строились фотографии. И, допустим, архитектор предлагает полностью восстановить здание, как оно было. Мы предлагаем немного другой подход, допустим, если у нас уже есть какая-то руина и мы ее не восстанавливаем, допустим, мы ее в габаритах восстанавливаем, но делаем это с помощью других материалов. То есть не кирпич, допустим, а стекло или бетон. И таким образом старая архитектура, она отсвечивает, и мы ее видим немного иначе и не фальсифицируем ее за счет того, что строим такое же, как было раньше. Татьяна Александровна, как вы оцениваете результат работы своих подопечных, насколько самостоятельна была их работа и в целом выбранная тема, насколько актуальна, интересна и значима? Мне кажется, что результат работы очень высокий, в принципе, собственно говоря, это доказывает оценка других профессионалов из нашей области. Девочки были очень самостоятельными, это огромное достоинство. Редко такое случается у нас, когда настолько самодостаточные магистры, начиная от выбора темы и первых конкурсов. То есть только идею с Карабихой, по-моему, подсказала вам я. Все остальное им было выбрано самими, и они четко понимали, что они хотят увидеть и какую тему они хотят исследовать. Вообще значимость работы с урвинированным наследием очень высока, поскольку руинированных объектов архитектурного наследия очень много и в Ярославле, и в области, и, в принципе, по всей стране. Но дело в том, что они обладают определенным шармом, вот как сама руина. То есть, в принципе, например, в практике ландшафтной архитектуры в 19 веке была такая практика, когда специально делали искусственные руины в садах для повышения их эстетической составляющей. И, конечно, нас всех так учили, поскольку я и сама выпускница своей кафедры, что фальсифицировать историю и пытаться заново построить то, что некогда было разрушено, не совсем корректно и не совсем уважительно по отношению к подлинности этого объекта, поскольку вот те стены, хоть они и стоят и лишь намекают нам на тот образ, каким это было здание изначально, они обладают подлинной историей, то есть они помнят те времена, в которые они были построены. Если мы их просто достроим, закроем и заштукатурим, мы во многом потеряем этот шарм и очарование истории. И при этом, конечно, руины не должны оставаться просто заброшенными объектами, мы должны их использовать. И вот тогда на помощь приходит подход такой, когда мы на контрасте работаем между руиной и современной архитектурой. При этом очень важно, чтобы это современное включение было очень уважительным по отношению к исторической архитектуре и было бы на ее фоне, а не ли, не выходило бы вперед. Татьяна Александровна, насколько мне известно, ваши студенты участвуют во многих конкурсах. Для чего это важно? Вообще, зачем студентам такой опыт? Ну да, студенты кафедры архитектуры участвуют в большом количестве конкурсов, как всероссийских, так и международных. Конкурсы нужны, ну в первую очередь, для того, чтобы оценить свой уровень на фоне своих коллег из других городов и даже из других стран. А еще, конечно, конкурсы это всегда способ продвижения, потому что после того, как ты участвуешь или выигрываешь даже в конкурсе, ты получаешь определенные публикации, как в журналах, так и в СМИ, и это всегда идет, ну хорошая работа на твой личный бренд, тебя как будущего архитектора. Алена, вот лично вам какой опыт дало участие в этом конкурсе и в остальных, и как вы считаете, вообще, насколько реалистична реализация вашего проекта в жизни? Ну, на самом деле, для меня конкурсы, это, наверное, возможность попробовать что-то новое, потому что в своей практике ты не всегда можешь столкнуться с такими вопросами, какие ты решаешь в конкурсах, и это уже достаточно интересно. Конкретно этот конкурс дал возможность посмотреть, какие проекты сделали другие студенты, что сейчас актуально, что выбирают жюри. И насчет реализации, наверное, это зависит больше от желания и возможностей правительства нашего Ярославской области, но как вариант, почему бы и нет, было бы очень хорошо. Татьяна Александровна, практика, безусловно, важна в освоении любой профессии, вот в частности, что касается архитекторов, какую практику они могут получить на кафедре? Вообще весь процесс обучения на кафедре, он выстроен вокруг практической работы, то есть студенты с первого курса, конечно, у них есть определенные лекции, которые они слушают, но с первого самого дня своего обучения на кафедре они работают проектами, то есть они проектируют, начиная с изучения основ композиции, изучения основ архитектуры в самом начале, и постепенно переходя уже к проектам концептуальным, связанным с совершенно разными темами, с разным функциональным назначением, начиная от, например, они проходят путь проектирования от самого маленького коттеджа, от маленького жилья до многоэтажных жилых комплексов и жилых кварталов, от маленького музейного здания до многофункциональных общественных комплексов. Насколько востребованы архитекторы ЕГТУ после выпуска? Я считаю, что наши студенты очень востребованы, потому что школа, которую дает кафедра, она достаточно сильная, и в принципе, если мы посмотрим и по уровню российскому, и по международному, как раз то, что наши студенты выигрывают международные и всероссийские конкурсы, это показатель того, что мы готовим хороших выпускников. Наши выпускники работают и в России, и в Ярославле, и за границей, и даже в Ярославле вы можете увидеть большое количество проектов, сделанных руками наших выпускников. Какой путь нужно пройти, чтобы стать выдающимся архитектором, иметь имя уже значимое? Ну, нам, когда мы учились, всегда говорили, что молодой архитектор – это архитектор 40 лет, мы поначалу в это не верили, а чем больше ты в эту профессию погружаешься, тем больше ты понимаешь, что в 40 лет ты действительно еще только начинающий архитектор, и ты всю жизнь учишься этой профессии. Чтобы добиться успеха, надо ее любить в некоторой степени, даже быть очень жертвенным, потому что огромная отдача требует процесс обучения, нужно очень любить эту профессию для того, чтобы в ней оставаться и в ней развиваться, постоянно развиваться. Алена, а почему вы выбрали именно эту профессию? Для меня это получилось случайно, скорее, чем осознанно, но я бы ни на что это не применяла, и считаю, что профессия, которую я выбрала, просто для меня подходит больше всего. Вот как сейчас развивается карьера после выпуска? Я работаю и с отдельными компаниями, фирмами, и в содружестве со своей коллегой, с которой мы участвовали в конкурсе, и просто беру какие-то отдельные заказы, находят, потому что именно слуху, собственно, из-за конкурсов люди приходят и заказывают. Спасибо, Алена Татьяна Александровна. А на мои вопросы отвечали Алена Какоева, выпускница Института архитектуры и дизайна ЕГТУ, и Татьяна Сиротина, доцент кафедры архитектуры ЕГТУ. Это была программа «На повестке дня». Смотрите нас с понедельника по четверг в 19.20 на городском телеканале. Запись также доступна на сайте gtk.tv и в нашем официальном паблике во Вконтакте. В студии работала Екатерина Сысоева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин